Приехала вчера вечером, мне соседи рассказали, что был хлопок, ну я чувствовала запах гари сильный, вот, узнала, что с третьего этажа бабушка наша, ну, подорвалась газовой колонкой. Это воскресенье жители дома номер 42 по улице Братьев Коростелевых запомнят надолго. Их спокойный размеренный вечер нарушил сильный хлопок. Уже позже станет известно, что в результате взрыва погибла их соседка, а в момент трагедии только растерянность и страх за близких. Конечно, я сама волновалась. Я тоже уезжала, и у меня дочь только одна оставала. Знаешь, все бывает в жизни. И мне это страшно. Страшно. Дай Бог, такое случится. К трагедии привела самовольная переустановка газовой колонки. Родственники погибшей женщины перенесли прибор из кухни в ванную комнату. В ходе осмотра трупа телесных повреждений обнаружено не было. Однако кожные покровы были ярко-розового цвета, что свидетельствует о душевом утравлении угарным газом. Газовики констатируют, к трагедиям приводят желание сэкономить. Люди не хотят отдавать 800 рублей за установку газовой колонки, а потому с полной уверенностью вступают в опасные игры с газом. Участились случаи самовольной замены газовых колонок, что приводит к плачевным последствиям. Один пример в настоящий момент – вот этот пример. Также путают подводку газа и воды. В результате заливают сети газоснабжения, то есть газопроводы. Ну и в результате чего нам приходится затрачивать большие усилия для того, чтобы из газопровода удалить воду и восстановить газоснабжение домов, а иногда целых кварталов. Однако до сих пор для газовых умельцев не предусмотрены штрафы, а потому наверняка найдутся саморучкины, которые подвергают опасности жизни свои и окружающих. Между тем, при появлении запаха газа людям рекомендуют звонить по номеру 04. При установке или замене приборов необходимо обращаться в абонентскую службу. Телефоны указаны в квитанциях за газ. Александр Ефанов, Владимир Семенов. Наше время.